Я бы хотела поделиться мыслями о истории в урбанистике и о ее теперечном состоянии в качестве человека, который, прежде всего, ее преподает и о ней пишет. Как вижу из названий моего доклада, мне интересны связи между урбанистической теорией и прагматическими требованиями к поведности. Мне кажется, эти требования, исходят ли они от работодателей или от студентов, перекликаются с теми вопросами, которыми издавались философы. Это вопросы о том, где лежит или откуда происходит власть идей, или если идеи к кому-то обращены, то как они способны не только убедить, но и создать почву для разговоров между разными акторами, между разными людьми. Поэтому я вначале немного скажу о том, как мне видится общее состояние урбанистической теории, затем обращаюсь к новому типу урбанистики, либо урбанистики нового типа, то, что предлагается ядом ученых, и предложу реинтерпретацию некоторых из этих идей в связи с многочисленными проявлениями того, как университеты преследуют неолиберальные цели, неолиберальные проекты. И закончу небольшим рассуждением о возможной, о последующей роли урбанистики. Итак, вначале о урбанистике вообще. В 20 веке теория городов была создана из меняющихся и более или менее связанных линий мысли. И эти линии мысли объединяют, с моей точки зрения, то, что город — это не только плотно заселенное пространство, но также и душевное состояние. Это, так сказать, минимальный консенсус. Он, с одной стороны, помогает понять, почему города, в особенности крупные, не только преобладающие, но и самое желанное местожительство. И, кстати, именно поэтому крупные города делаются еще крупнее и более сложными, тем самым, для выживания. С другой стороны, этот консенсус существует бок о бок с огромным разнообразием урбанистических идей. Тем не менее, самые разные варианты отношения города и обнасления города можно представить в качестве континуума, гипотетические полюса которого образованы чистой идеальностью и чистой материальностью. Неслучайно контрасты были и остаются главным тропом описания города. И вот очень жаль, что Элизабет Вилсон не смогла принять участие в нашем событии, потому что она в своей самой, наверное, известной книге так раз перечисляет эти контрасты, и вы видите их на слайде. Когда мы говорим о чистой идеальности и чистой материальности, слово «чистое» отсылает нас к познавательным процедурам, с помощью которых ученые приручают хаос невнятного мира, с помощью которых они помогают людям справиться с невнятностью повседневного опыта, его сложностью. Ученые учат у нас антропология, помогают людям уменьшить окружающую их неопределенность с помощью ясных схем классификации, компоненты которых создаются за счет очищения от второстепенного. И этот момент связан с очищением, с тем, зачем оно и кем оно предпринимается для моего выступления принципиально. Разные линии урбанистической теории могут быть упорядочены в соответствии с этой станцией по отношению к упомянутым гипотетическим полюсам, а именно чистая материальность и чистая идеальность. Но гораздо более интересная энергия, направленная на проблематизацию этого дуализма, во-первых, и во-вторых, на пересмотр тех возможностей, что открывает для урбанистики подход, ставящий в центр своего внимания объекты. Его условно можно назвать гипотетическим, и Харви в своем докладе прекрасно показал возможности этого рода анализа. Предвосхищая обоснованные возражения, что объекты могут быть и нематериальными, а также подчеркивая, что я осознаю сложность определения и объектов, и материальности, я бы хотела сказать, что использую эти слова, чтобы подчеркнуть сдвиг в интересах поклонистов, происходящих сегодня. Это, условно говоря, сдвиг от постструктурализма к материализму, если использовать кизмы. А в литературе чаще говорят о материальности или даже материологии. К примеру, в мае российско-американский антрополог и словист Сергей Ушакин организует конференцию в Принстоне со словом «Материология» в названии. И в результате в сегодняшней урбанистической литературе впечатляюще представлена, так сказать, безгласная армия объектов, потому что написаны тексты и обокнах жилых домов, выступающих в качестве самостоятельных агентов, и уже упомянутых здесь курицах на улицах африканских городов, и о всевозможных потерянных вещах. В частности, есть трубательный текст, написанный одним культурным йогуртом, посвященным потерянным варежкам, одиноко лежащим на обочинах дорог и траглары. И, к слову сказать, недалеко от моего дома есть магазин, который называется очень поэтично «Козявошная». И в нем продаются всевозможные хозяевки для тех, кто хочет заниматься той самой рыбной ловлей, о которой так ностальгически уже вспомнила Ирина. Но, словом, это все в России, конечно, так сказать, нечеловеческие агенты городской жизни. Они, конечно, ждут еще своего часа, ждут своих исследователей. Но тихотомия материального и идеального, а также объективного и субъективного, реального и воображаемого, существующего и возможного, вокруг которых вращается урбанистический консенсус, вызывает к анализу и под другим углом зрения. Популярный способ анализа этих тихотомий исходит из того, что они были введены философами и учеными модерности, пытающимся отчинять... Пытавшимся очистить науку от политики, а познающего субъекта от экономических и прочих интересов. Тем самым последние несколько веков можно осмыслить как сосуществование научных практик, которые, с одной стороны, были нацелены на то, чтобы смешивать вещи, а с другой стороны, были нацелены на то, чтобы очищать всех или иных объектов исследования, главное, от второстепенного. К примеру, и это известный аргумент Руна Латура, хотя разрыв между научной властью, предназначенной объективно представлять вещи, и политической властью, предназначенной эффективно представлять субъектов, и был установлен в модернности, он постоянно подрывается фундаментальной гибридностью большинства изучаемых наукой объектов, будь это всемирное потепление или пресловутая городская инфраструктура. Одно из оснований современной урбанистической теории это как раз тезис о гибридности большинства изучаемых объектов, гибридности многих компонентов городской жизни, а поэтому, условно говоря, вредности, практик, очищения. Главный аргумент здесь такой. Сложные социально-экономические процессы происходят одновременно в нескольких масштабах, от глобального до локального, и не случайно так популярны сегодня понятия потоков, переплетений, инфраструктуры, сетей, взаимозависимости и устойчивого развития. Отсюда вытекает, что ни одна дисциплина не может претендовать на монополию в изучении города, а также не может претендовать на монополию в продуцировании экспертного знания, опять же в силу гибридности большинства изучаемых объектов. Понятно, что гибридность, я пытаюсь предупредить некоторые вопросы, это очень проблематичный тезис, он вызывает ассоциации с биологическим эссенциализмом, но это как по тому очень популярные метафоры, что позволяет выразить общую усталость от всего стабильного, зафиксированного, неподвижного категория. Помимо лактура, мои главные герои сегодня это Ашамин и Найджел Фрипп. Их внимание тоже направлено на разнообразные гибриды, и вот на слайде вы видите, что именно интересует городской жизни. Итак, дихотомия под вопросом, теоретическое разведение по разным дисциплинарным ведомствам сложных городских объектов порицается. Как порицается и осуществленная философией нового времени теоретическое очищение познающего субъекта от всех внешних по отношению к науке интересов. Так вот, главный тезис, который я хотела бы сегодня обсудить, в том, что если в современной урбанистике весьма успешно проанализирована гибридность городских объектов, и я, разумеется, не российскую урбанистику имею в виду, то с городскими субъектами в любой урбанистике дело обстоит не так уж хорошо. Мой аргумент заключается в том, что, возможно, процедуры теоретического очищения, когда дело доходит до субъектов, не так плохи, как пытаются их преподнести Латур и многие другие. Чем активнее мы будем показывать гибридность городских субъектов, тем в более бусмысленной ситуации мы окажемся, если не теоретически, то нормативно, то эстетически и политически. Парадокс в том, что чем активнее, говоря о людях, мы будем преодолевать установки того, что Амин и Фриф называют традиционной урбанистикой, о чем я скажу ниже, тем выше шанс, что свою интеллектуальную энергию мы направим на создание научной продукции, которого никакого субъективного значения для нас иметь не будет, она будет просто частью глобальной системы обмена. Описывая героинок своих коллег по социальным исследованиям науки и технологии, Латур их называет гибридами. Но он имеет в виду, что шпионами, пробравшись в научные лаборатории, они были наполовину инженерами и наполовину философами. Мне, в Махе, интересно, другая гибридность, не только интеллектуальная или профессиональная, но и связанная с иными векторами нашей идентичности и их сочетанием в условиях процесса приватизации, и культуры, и, собственно, субъективности. К примеру, на коммерческих сайтах, а также на сайтах креативных институций, ведется активный разговор о гражданине потребителя через дефис. Имеется в виду, в частности, практики так называемого ответственного потребления, когда, положим в немашей кофейной, тебе дают шанс пощекотать свою гражданскую совесть, предложат заплатить чуть дороже за кофе, но пообещав доставить разницу в цене угнетенным корщиком кофе в Гватемале. Кстати, на сайте института арт-стрелка, который любезно нас пригласил провести эту конференцию, говорится о намерении проанализировать, я цитирую, «меровозрение горожанина», а также наиболее характерные городские структуры, с помощью сфокусированной на потребителе методологии, и в таком роде примеры можно умножать. И действительно, стоит ли стремиться к разведению, разделению, противопоставлению в самом себе и других людях потребительского и гражданского модусов, если учесть, что и исторически они были тесно связаны, да и сегодня так многое в политике городской, и не только городской, осмысляется в терминах потребительского выбора. Моя здесь позиция состоит в следующем. Я убеждена, что как раз стоит, как раз стоит в этом отношении использовать практику очищения. Почему? Да потому что именно в этом качестве, в качестве осмысливающих все в своей жизни в терминах шоппинга, современные субъекты и интересны, конечно, капитализму, потому что работает он все равно в среднем состоянии обеспечить. Я процитирую моего любимого американского политического философа Венди Браун, который заявляет, имея в виду американский контент, смогу увидеть, насколько это релевантно, так сказать, цитата. Зачитаю. Поскольку неолиберализм создает гражданина по модели предпринимателя и потребителя, он одновременно делает граждан подверженными развернутому управлению и массивной административной власти. О такого рода тенденциях ни Латур, ни Фриб не пишут. Больше того, по их текстам получается, что гражданин-потребитель через Бефис больше отвечает сути их теории. Так Фриб завершает другую свою работу, с нежностью говоря, что хотя не каждого трогает светская логика гламура и другие формы аллюры, но иногда и самые стойкие чувствуют, что они на крючке. А Латур просто возмутительным образом восклицают. Это у нас переведено, эту книжку все знают. Считать, разве мы недостаточно содрогались от ужаса при виде механизированного пролетариата и так далее и так далее. Собственно, гражданин и потребитель — это два типа городских субъектов, в основном по отдельности, но одинаково убедительно описаны городской теорией, которая, к сожалению, пока еще мало сказала о том, как на наших глазах люди просыпаются в качестве граждан от консеримистского сна, упоюзанные культурными предпринимателями. Помимо известного американского и, можно сказать, глобального движения, массовые митинги, прошедшие в декабре в России, могут быть описаны именно таким образом. И наши «гибриды», в кавычках, наши потребители-граждане вышли на улицы выразить свое неговорство властями, надеявшихся, что потребительских свобод для этих людей вполне достаточно. Метополически говоря, люди восстали, желая быть признанными в качестве чистых граждан. Мой главный признан состоит в том, что, с одной стороны, новый тип арбонистики преподносит себя как достаточно оснащенный для того, чтобы дефектировать сложность и гибридность современной городской жизни. С другой же стороны, он не свободен от флирта с ее капиталистической природой. И именно по этой причине некоторые его аспекты кажутся спорными. Вот последнюю часть этого выступления я как раз посвящу анализу, собственно, одного пассажа из книги «Города, воображая городскую заново», написанной Найджелом Трифтом и Ашем Абином. И одна из причин, по которой я выбрала эту книгу, заключается в том, что глава из нее приведена, что приятно в том же самом году, когда книга вышла, в 2002. Она помещена в известном городском выпуске Логоса. То есть с этой книгой работают, ее знают. С тех пор, как книга вышла, траектории и, похоже, идеологические установки авторов несколько разошлись. Если Амин пишет о городском неравенстве, о политической экономии отношений к мигрантам, настаивает на включение урбанистов в политические дебаты, то Фрифт, как я уже сказала, развивает нерепрезентативную теорию и кое-что о нем скажу еще ниже. Так вот, я посвящу сейчас первое время анализу одного принципиального заявления этих авторов при внимательном и, как сказать, местоположенном прочтении которого возникает несколько вопросов и сомнений. Под местоположенным прочтением я понимаю чтение с учетом принадлежности к совершенно определенному сообществу практики и сообществу практиков, привыкших, во-первых, взвешивать теории на весах преподаваемости, а во-вторых, погруженных в неолиберальные образовательные проекты. Неолиберальные образовательные проекты реализуются в большинстве вузов страны, а препятствия и ограничения, с которыми сталкиваются постсоветские исследователи и преподаватели, связанные с меняющимся местом университетов в глобальной экономике. Вузы понарастающе становятся предметом политического интереса и специфического менеджмента, что не только стоит в вопрос традиционной академической свободы, но и весьма жестко задает идентичность членов академических сообществ. И российские коллеги активно эту ситуацию обсуждают. К примеру, в одной из групп социологов на Facebook состоялась дискуссия по поводу статьи санкт-петербургского исследователя Анны Желниной, посвященной торговым центрам Санкт-Петербурга, и один из критиков статьи, Виталий Куриной, задался очень интересным вопросом, должны ли условия производства сквозить в научном тексте? На этот вопрос я ответа не знаю, но должна признаться, что в своем чтении в научных текстах я стараюсь принимать во внимание условия их производства. Так вот, книги, вы видите, они предлагают свои идеи в качестве нового типа урбанистики, противоположность традиционной урбанистической литературе, и настаивают на необходимости нового мышления, основанного на особых путях показа или видимости пространства и мест, стремление к этим заброшенным пространственным образованием, изобрести новые, все это есть на сайте. Во-первых, меня интересует, как достижение теоретической видимости пространств и мест отличается от их коммерческого движения, от наращивания и известности коммерческих целей. Мне кажется, это отличие должно быть отчетливым. В противном случае нет смысла создавать теоретическую рамку, с помощью которой можно было бы охарактеризовать до сели неизвестные измерения городской жизни. В противном случае у нас не будет возможности преодолеть ограничения, накладываемые коммерческим контекстом, в рамках которого значительная доля знаний о городах используется. К примеру, популярный сервис Google Places, облегчая жизнь пользователям, позволяет продвигать те и другие варианты бизнеса и услуг, представляющие сейчас богатое поле возможностей оптимизировать сайты. Но подпадает ли это под особые пути показа пространства и мест, на поиске которых настаивают английские теоретики? Более того, разве поиск имен для заброшенных пространственных образований не то, чем занимаются креативные работники всего мира? И разве изобретение новых имен не является требованием, налагаемым неолиберальным городским соревнованиям, на все города, проявляясь в поистине проблематичных вкладах лихорадочной работы воображения культурных предпринимателей? И позвольте мне показать только один пример такой работы. Второй мой вопрос касается того, что Фрит и Амин называют спешным производством геологического порядка. Я здесь пропущу довольно подробный разговор о тех условиях, в которых сегодня британские исследователи решают проблемы своего выживания, если пользоваться популярной метафорой. Всевозможные, точнее уже два типа схемы аудита, которые были на Британских университетах, которые обрекла исследователей и ученых на то, чтобы довольно жестко подчинять свои исследовательские интересы, необходимость публиковаться по возможности в престижных журналах, и тем самым способствовать повышению рейтинга того или другого университета. Я также планировала остановиться на том, что, сознавая такого рода тенденции, как руководство состоятельных российских вузов, активно очень покупает сегодня западных ученых, в том числе хороших органистов, в частности британских, которые, как бы сказать, привозят преподавать в Москву, в том числе в надежде на то, что, обладая другой школой за плечами, они способны будут увеличивать рейтинги данных в публиках британских университетов по любому из-за таких престижных журналов. Это все хорошо присутствующим известно. Я также хотела обратить внимание, что вот один из авторов того массажа, который я разбираю, Найджел Фри, является очень крупным администратором, он является вице-кантлером крупного британских университета, уровень университета. И вот я сейчас просто пропущу несколько слайдов, которые я также планировала разобрать в качестве примера того, что в своем другом качестве он занимается очень интересным, конечно, и важным делом, то есть он, скажем так, толкает очень позитивно, очень оптимистичные речи по поводу светлого будущего британских и мировых университетов. Он рассуждает в терминах логики менеджеров, согласно которым, например, полезность влияния, университетов по той же логике, по какой заливаются и поглощают друг к другу журнальные корпорации. Он очень много говорит о том, что деятельность университетов нового типа вполне совместима с его точки зрения идеализм, который я приняла в начале своего выступления, и преследование экономических интересов. И я понимаю, что это, возможно, не совсем, скажем так, зареклый ход, ловить написавшего хорошего университетического книжек у человека на том, что в силу своих административных занятий он вынужден какие-то другие цели преследовать, но, тем не менее, должна признаться, что вот модельное положенное чтение и в том числе попытки обсуждают зуботропительные сложности, как разумно, в котором премьер пишет свои тексты со студентами, мешают не ловить вот об этом в другом его качестве, а в качестве очень крупного, я бы так сказала, глобального администратора высшего образования. Ну, это все я пропустила, но только хотела обратить внимание на то, что, в отличие от нашей страны, вот такого рода тенденции связаны с, скажем так, производством знания на продажу по нарастающим. Очень хорошо, очень толково обсуждаются британскими коллегами, и в том числе они рассказывают в этой книге, про выяснили историю о том, как детство подсходил, я продался за деньги в ту или другую команду коммерчески изучающий город для той или иной коммерческой организации и быстро вернулся назад к преподаванию, в том числе ужаснувшись низкому скачьему того знания, которое в такого рода проектах провоцируется. И к вопросу о идеализме и материализме Хэстри, один из авторов этой книжки, рассуждает о том, что есть реалисты в отношении к этой ситуации, которые считают, что так было, так будет, никуда не деться, вузы можно выжить, только пытаясь придумать, каким образом те или другие знания продаются, но в то же время он подчеркивает, что весьма многочисленные ряды идеалистов, и здесь не нужны какие-то комментарии, потому что в российских вузах вы тоже найдете толпы идеалистов, сбросив созерцающих, что происходит с университетами. Ну и, соответственно, еще один, как бы, ход свой я пропускаю, он заключается в том, что вот это спешное производство урбанистического знания, на котором настаивают Фрифт и Амин, и вот этот вот цитат успешного производства урбанистического знания я как бы вынесла в абстракт выступления, это тоже очень интересно. То есть получается, что ты позиционируешь себя как сторонник новой урбанистики, который может тебе позволить призывать коллег воздержаться вот этого успешного производства урбанистического знания, занимая при этом, смотришь ровную позицию. И усмотренность такого рода, скажем так, призыва усугубляется тем, что если мы посмотрим по сайтам интересующихся урбанистикой людей, в частности, вот я вам очень быстро покажу один из сайтов, созданных на греканско-ганадском практике урбанистики, вот здесь просто перечисляют типы, технических движений, технических тенденций, которые петентуют на то, чтобы называться новым урбанизмом. И мой тезис здесь заключается в том, что такое чувство, что урбанисты, как и очень многие институты, посетающиеся в области, скажем так, духовного производства или креативного производства, они поднарастающие соревнуются друг другу в качестве бренда, не в качестве, скажем так, жилых. Это уже милля. И, собственно, в совсем последней части моего выступления, я понимаю, что нужно уже заканчивать, я хотела снова вернуться, я хотела снова вернуться к митингу, которые, конечно, нас не оставляют, они еще очень свежи, тем более, что и много предстоит. И здесь я хотела бы сказать, что старая урбанистика представляется в этом смысле более полезной и более нужной, потому что она обладает ресурсами для того, чтобы более толково и более нормативно ориентированно обсуждать проблемы вот этой самой гипертизации потребителей и граждан, обсуждать еще многие проблемы в сегодняшней академической жизни. Как-то, если бы, те условия, в которых то знание было произведено, позволяют, но дают, больше логитативности с одной стороны, а с другой стороны в тех текстах больше политической страсти, вот меньше той самой смысленности, на которой периодически ловишь фринца и, в общем, это у других людей. И, собственно, совсем, так сказать, последний тезис, который я клонировала более разведливо представить, заключался в том, что вот этот поворот к объектам, он, конечно, представляется еще не до конца совершившимся, потому что в той литературе, которой мне известно, все-таки я мало нашла интересных ходов, которые позволили бы осмыслить, как именно по-новому использовалась и городская инструктура, улицы, площади, как именно по-новому использовались объекты, людьми, которые вышли на митинге для того, чтобы попробовать, скажем так, подвизаться в качестве чистых граждан. И вот эта фотография с московского митинга, а вот эта фотография с акцентгурского митинга, где участница вообще ничего не написала, на кусочке картона, который она любила китайские швабри. И вот этим слайдом закончилась визуальная реакция моего эксперт-упреждения. Я еще бы хотела подчеркнуть, что изложенные мысли вытекают из моего городского, исследовательского, преподавательского опыта, не дающего забыть, что в новой в любом городе созданных механических вузов под архитектурных и данных. Наверное, неизбежно, что в лунтарске мокровновения и критическое настроение чьей-либо поставлялись впоследствии в прагматичное участие в процессах городского развития, но должны ли тогда вообще преподаватели принимать во внимание факты фрагментации политических интересов, конторнизма и то, что наши студенты, когда мы сами хотели бы быть успешными людьми. Есть ли вообще сегодня место и время для критики сопоставимой с ее лучшими образцами в прошлом? Может быть, какое внутреннее решение любого причастного города человека будет забыть по стратегии к интервенции и, если по честь, более позитивное и умиротворяющее? Сочетаем ли борьба со старыми и новыми способами сметения продуктивной экспертизы происходящего, в том числе и вхождение в какие-то гиблиографические структуры, в том числе и научные? Имеет ли смысл думать о нашем собственном, я имею в виду работников музыки и академических институтов, участие в производстве и воспроизводстве отношений к социальному и культурному неравенству? Ведь идея академических свобод сегодня воспринимается с иронией, а логика эффективности схватила, давайте признаемся, и нас. Как поощрить экспериментирование, как остаться чувствительными к новым импульсам, в том числе как остаться теоретически чувствительными теоретически чувствительными этим импульсам, как уменьшить конформацию студентов и готовность на рабочем месте подхищать интересы и статусы, как их сегодня называют. Это вопросы, которые, конечно же, не дают покоя, это вопросы, ответы, на которые я ищу в городской теории, культивируя образованную надежду, что скоро мы все станем свидетелями новых проявлений упорства городского синхронического воображения, сыграть роль в его укреплении в урбанистике есть очень хороший шанс. Спасибо. А вот хочется отметить, что железный бомбитариат в большом месте те стены, в которых вы сейчас находите, когда-то светила крупнейшая комитетная фабрика. И сегодня вместо железного бомбитариата в стена заседает мыльца. Террица следующая. фабрика считает, если не произвести некоторые инфекционные продукты, то хотя бы обсудить, как вы сделали вы, принести инфекционные продукты радостной власти в урбанистике. Мне кажется, что здесь, в этой точке находится главный вызов, перед которым сегодня ставят следую для органистической теории, потому что понятно, что город, грязный город, состоящий из барабанов, который должен быть пролетариат и ходить на свою работу на завод, ушел в прошлое. во всеместном заводе уходят из городской черты, и вот в таких заводах начинает происходить нечто другого. Это очень большой и важный тренд, на который мое предупреждение следует из городов, пока не достаточно ответили. Я неотечествен но в таком смысле. Какую фабрику нельзя вывезти из черта города? Какую единственную фабрику невозможно вывезти из черта города? Это, пожалуй, фабрика мысли, классическая фабрика мысли, которая отсутствует власть. Почему такая фабрика, чем она занимается, почему ее нельзя вывезти из черта города? Это известные английские и американские практики фабрики, которые каждый день сомнируют до коронавируса поездки дня для заседания власть. Почему здесь вывезти власть? Потому что те специалисты, которые производят по заданной технологии этот продукт должны жить в городе и понимать городскую структуру, которая существует власть, которая осуществляется в основном городе. Можно ли сказать, что современные крупные города по крайней мере столицы становятся фабриками мысли? Вы взглядом все наверное да. Что это за реальность? Как эти фабрики работают? Должны ли они существовать в каком-то количестве? Это важный вопрос. Есть и другие фабрики мыслей, которые традиционно существуют в городах. Например, у нее все. Эта тема вам блескать, как и мне, мы с вами коллеги в этом смысле. мы производим знания, которые должны жить в студентах. Это часть городов. Это историческая часть городов. если мы вспомним Болгонский университет с его юридическим жемчужем юридического образования, работающим на 12 веке. Во-первых, в Америке это не так, и между это располагается иногда новое. в Америке где... Чтобы не было садок лодом, может быть, как-то... Да, я сейчас просто перейду к новосток. Да, значит, фабрики мыслей, фабрики знаний, стандартизация знаний, да, понятно, что теперь все больше и больше каждого знания, каждого продукта предъявляется в интерпретировании. Как Вы считаете, кто сегодня является лидером в области теории современного городского знания? Описал ли кто именно городской знамя? Какие у Вас есть собственные отзывы позитивного? Спасибо. Я, я считаю, не думаю, что я занимаюсь на эту позицию, которая позволяет, скажем так, лидерам отстающих отделять. Я хотела бы воспользоваться той репетикой, которая прозвучала уже ушедшие еще, из уст ушедшие уже участницы сегодняшнего собрания, о том, что городская теория отстает и не позволяет в частности описать вот эти сложные практики повседневного взаимодействия в частности на улице. И я боюсь, что это умеет теории отставать по известному гегеревскому принципу, словами нервы залетают в сумерки и нужно какое-то время, для того, чтобы вызрели идеи о продуктивности, которых всегда с большим основанием судить живущие после написавших теории людей лучше люди. Словом, один тезис заключается в том, что городская теория с неизбежностью отстает от всех других периодов. Другой тезис и именно в таком случае я пыталась использовать книгу. Заключается в том, что как раз если внимательно читать классика, Зимбеля, Беникина, Чакавскую школу, там очень много можно найти. Просто у нас нет времени читать, согласны? У нас нет времени читать, у нас нет времени погружаться. Мы сканируем сегодня тексты, а не читаем. А вот если потратить какое-то время на то, чтобы обладать хотя бы хорошую городскую точку, то мы чего нужно найти миссию и орудий для анализа повседневности. В этом смысле я ставлю здесь консервативную позицию. Но отзываясь на то, что Вы сказали в отношении сегодняшних условий существования университетов в городах, я бы даже хотела подчеркнуть, что вот это еще бы ну, в смысле можно употребить слово фабрика. Фабрика это производство опубликующихся в престижных журналах заметок, которые стал его университет. И ему повезло, если он стал с фабрикой. Так вот мы буквально вчера говорили со скидом, что здесь еще одна так сказать ловушка, еще одна засада, она состоит в том, что у нас нет возможности, глядя на те теории, которые производятся сегодня, сказать, какие из них хороши, а какие плохи. это тоже дело времени, только время покажет, какие из них останутся, какие из них продемонстрируют свою продуктивность. Но в то же время есть вот эта спешка по производству теоретического порядка, мы все должны производить, мы все должны доказывать, властям, спонсорам и так далее, что гуманитарные знания, гуманитарные психологические знания, так или иначе, нужно ее воспрепить. Здесь, мне кажется, есть серьезные инструкционные противоречия современной системы. То есть нам нужно время, чтобы посмотреть, что работает, но в то же время у нас нет такого времени, если все это ложится сказать, вселенную. И это в ряде ситуаций достаточно драматично, и тут я как бы не хочу заниматься типичным русским тоном по поводу хронического внезапинансирования, но мне очень нравится термин, который ввел санкт-петербургский социолог Михаил Соколов описывает спорные сюжеты. Он говорит о бедной науке. Он говорит о бедной науке, он описывает российскую социальную гуманитарную науку как бедную науку. Это, мне кажется, очень справедливая и заслуженность. И, соответственно, надо патриалистами понимать, что в ближайшее время на проведение каких-то качественных исследований вряд ли можно будет легких учить, если посмотреть РДНР, ПТИ и так далее. И, следовательно, надо искать какие-то ниши, надо искать какие-то такие хитрые, излетовательские стратегии для того, чтобы фактически помимо денег делать что-то, что было бы полезным для тех, с кем ты рядом живешь. Вот тут с какой-то... Я встряну. Мне кажется, это очень важный вопрос. Я хотела бы оставить в стороне это уже с капитализма. Я хотела бы вот о чем спросить. Почему-то в наших разговорах о взаимодействии интеллектуалов и науки мы никогда не говорим слово общество, во всяком смысле власть или спонсор. А в некотором смысле я думаю, что проблема современных университетов по всему миру ведь все-таки не проблема обслуживания власти, а что интеллектуальная часть общества, довольно привилегированная, несмотря на что, а что она реально может дать обществу, а не власть. Скажем, проблема урбанистики, наверное, и то, что если мы говорим об идеализме и, так сказать, чистой науки, это само по себе замечательно. Но скажем, мы знаем на практике, что пока у нас наши коллеги в университетах занимаются красиво теоретизированием, города строятся, продолжают перестраиваться, и, к сожалению, вот это интеллектуальные подпитки не происходит. Значит, получается, что все наши замечательные знания оказываются таким, оказываются драконами, сидящими на сокровищах. А в этом смысле получается, что жизнь идет помимо. И в этом, я думаю, это большая трагедия. Трагедия, прежде всего, для интеллектуального сословия. Зачем же читать эти книги, если они не обогащают общество? Да, может быть, пересмотреть позицию, что мы там продаем себя, вот, значит, не поймем их кому, а можно посмотреть на другое, что общество готово платить за то, чтобы люди, обладающие профессиональными знаниями, могли поделиться как лучше, извините, обустраивать это городское пространство. Мы почему-то с этой точки зрения никогда так не рассматриваем, да, рассматриваем, значит, какая-то индивидуальная проституция, мы вынуждены брать деньги, чтобы заниматься какими-то дурацкими исследованиями. Но эти исследования, которые нам заказываются, они идут от людей практически, которые потом это будут использовать, в городском планировании, да, в структурировании каких-то своих предприятий. Так вот, вот эта позиция, да, не ученые и власть, а ученые и общество, вот как бы вы там не рассматривали более позитивно? Я думаю, что, в общем, здесь немало позитивности и немало возможностей позитивности в моем подходе. Мне просто кажется, что мы здесь касаемся очень существенного теоретического вопроса, состоящего, то есть будет на то, чтобы посредничать между обществом и властью. Мне кажется, что те описания современной социальности, современного общества, которые прородили современные теоретики, всем хорошо известные, будет индивидуализованное общество или общество Рийска, они вполне относятся к российскому обществу, вплоть до того, что к российскому же обществу относятся к прислаблым суждениям Актера Тэтчер насчет того, что общество не существует. Верно? И почему многих воодушевел декабрь? Потому что вдруг откуда-то оно взялось, вдруг откуда-то оно стало таким видимым. А что касается службы сообщества, как это называют опять же западные коллегии, комьюнити сервис, в том числе приходилось уступать, но часто, к сожалению, в тех случаях, когда твоя экспертиза была расстребована, когда решалась судьба каких-то социальных проектов или проектов связанных с публичными местами, у меня возникало не очень приятное чувство, что у тебя, опять-таки, я прошу прощения зубов в том числе, когда она решает, как финансировать те или другие социальные значимости в проекте, она тебе зовет, чтобы ты займешь числом с пелумным, умные слова, умные песни, оправдывающие, легитимирующие от лица науки уже принятые решения. Соответственно, здесь, может быть, это касается только российской специфики, можно ли это делать только российской специфики, но всякий раз, когда, скажем так, ученые, эксперты, кидают стены университета и находят в себя иную публику, нежели студента, нехто владелец сделать, в том числе и в разных, скажем так, обсуждений книги в тех или других контекстах, всякий раз главная реакция, которая приносит курицу переходящих в дискуссии, она состоит в том, что у нас нет эффективного посредника между людьми, испытывающими острые социальные нужды, страдающими от кризиса социальной политики и тех, кто способен какое-то изменение в этом смысле внести. Позвольте проиллюстрировать мое общее рассуждение состоявшимся недавно в Москве в университетском форуме, состоявшемся в начале декабря. Резерка Диулина выступила на нем, предсказав, что через 15-20 лет исчезнут мелкие и средние российские города. группа экспертов, в том числе меня, попросили прокомментировать этот тезис. И мой комментарий заключался в том, что есть опять-таки двусмысленность в этом комментарии, в этом суждении, что через 15-20 лет исчезнут все мелкие и средние города, как если бы шла речь о всемирном потеплении, как если бы шла речь о каком-то процессе, который министр экономики наблюдает с высоты своего положения и ровным счетом ничего не может предпринять для того, чтобы откорректировать эти негативные процессы, связанные с деиндустриализацией, связанные с хроническим недофинансированием муниципалитетов и прочее. И, соответственно, вот здесь симпомистика может быть очень полезной. И в том, как признаю, как бы длинном варианте сообщений, которые собиралась делать, я собиралась очень хорошо показать, как один из моментов теории Харли Новича, его соавтором классификации городов, в рамках которой в частности выделяют с одной стороны города революционные центры, а с другой стороны города так называемые места модульного производства, куда можно прийти капитал, а может не прийти капитал, в зависимости от того, есть ли там дешевые послушные рабочие силы, есть ли там стаборчивые инвелторы. И он рассматривает негативные и позитивные последствия того, что тот или иной другой город, тот или иной город является каким или другим. И вот с этой красивой теорией, красивой классификацией в голове я прикидываю, кто бы мог трезвый анализ происходящего показать и пропагандировать. У нас этим занимаются считанные единицы, Наталья Заваревича и еще нескольких людей, которые кричат о чрезмерной цивилизации Москвы, о перекусах в финансировании и прочее, прочее. Но получается, что в большом числе и случае общество уже знает, что происходит. Уже знает, что происходит. Это происходит не только по проблеме урбанистики, но мне кажется, что если вас пригласили на форум, видимо, как что-то услышать, как сделать бы так, чтобы эти города не исчезли. И я хотела маленькую реплику по поводу его выступления на Балуте. У меня сложилось впечатление, насколько я была там, что все-таки протест был не для того, чтобы стать чистыми гражданами, а напротив мне показалось, что как раз молодые люди чувствовали свою вот как раз слишком большую чистоту и невовлеченность в общественную и политическую жизнь. И просили уже не хлеба, поскольку там в случае они не нуждаются, и не зрелищ, а хотели некоторым действительно стать вот, может быть, тем самым гибридом, о котором вы говорите, что вообще-то они хотели политических свобод и в том числе социальной мобильности, которая перестала функционировать, потому что люди оказались в положении пожалуйста изучать 500-100 дней наук и не лезть в жизнь. Поэтому я думаю, что здесь ситуация значительно более сложная, как нет. У нас еще есть 15-20 минут для вопросов и комментариев. Да, если бы да, пожалуйста. Сайкулин Назым, Академия наук иниститут Келудыша. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что настал момент, когда для урбанистики, как признающие свое кризисное состояние, необходим какой-то парадоксальный ход, вызов? Это первый, точнее, вопрос. тогда это включено уже вопрос. Если да, то готова ли тогда эта наука к таким вызовам и включиться в процессы, которые идут, наверное, где-то в стороне от современной архитектуры, пока они действуют как интеллектуальный краудсорсинг. То есть этим можно заниматься не по заказу и не стоя на панели, а только лишь потому, что это действительно дает отдачу. Спасибо. Очень породка. У министер в Роскосмосе работает. Ну, кто там только не работает. И в Роскосмосе Российские Корпорации Правильно я признашу? Роскосмос? Да, за мной. Российская Корпорация спонсирующая разработки и осуществляющие не спонсирующие что называется «Dout Space». И, соответственно, когда знаешь из первых рук о Допусте идите в ротоке, с которым споряжены патериалистические попытки пробраться туда, куда вы приглашаете, мне кажется, это намерен и оправдан скепсис. И мне кажется, что вообще в глядывании в то, как работает сегодняшняя социальность, оно служит роль такой прививки против футатических идей на продуцировании, продуцированием которых русская мысль была знаменитой. вспомним Николая Федорову, который выгодные были идей и прочих. Соответственно, признаюсь, что я настолько повышена в свою жизнь во всех разнообразных проявлениях, что я не готова даже попробовать, скажем так, политизировать ту точку зрения, которую вы предложили. Что касается вашего первого вопроса, есть разные оценки того, насколько глубок тот риск, который использует урбанистика. я не причиняю себя в числу людей, которые в термин кризисе осмотрят ее существование. Моя главная позиция заключается в том, что есть большое количество замечательных, очень, я бы сказала, политически информированных и очень много сделанных текстов британскими коллегами, английскими коллегами. и я очень надеюсь, что и деятельность нового литературного обозрения и термин кризис в России позволит нам просто сделать более известным то, что уже сделано. Вне зависимости от того, в кризисе находят себя еще люди или нет.